Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Смотрите сегодня в программе «Итоги недели». С 1 августа в Бресте приступили к работе 93 врача, 170 медсестер и 293 педагога, выпускников белорусских высших учебных заведений. С молодыми специалистами встречаются представители руководства города, которые разъясняют возможности молодых людей, а также их права. Социальный проект «Дыши» от открытого акционерного общества «Билл Инвестбанк» реализовали в Бресте. Аппарат искусственной вентиляции легких отечественного производства «Виан-3 Турбо» был установлен в городской больнице номер 1. В Бресте проходит 11-й чемпионат мира среди юношей и юниоров и 7-й чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Позитивное настроение, заряд энергии, воля к победе. Участники настроены решительно, борьба нешуточная. Победу одержат сильнейшие команды. Об этом и многом другом прямо сейчас в программе «Итоги недели». Мы начинаем. Московский район города Бреста – третий крупнейший по численности населения в республике после двух минских районов. На данный момент, по факту, здесь проживают более 243 тысяч населения. На его территории немало учреждений сферы здравоохранения, а образование представлено 36 детскими садиками и 36 школами. Для того, чтобы жители Бреста бесперебойно и в полном объеме получали самые важные социальные услуги, в педагогические и медицинские коллективы постоянно требуется приток молодых специалистов. А значит, нужно привлекать свежие кадры, замотивировать их к профессиональной деятельности и как можно на более долгий срок закрепить по месту работы и жительства в Бресте. Для этого администрация Московского района прилагает максимальное усилие, в том числе, организуя встречи с молодыми специалистами на местах. Наши корреспонденты побывали на встречах. Людмила Логодич расскажет, какие вопросы задавали молодые специалисты, что их интересует и что тревожит. До 1 сентября остается все меньше времени. В то время, как дети набираются сил, в учреждениях образования полным ходом идут работы по ремонту и благоустройству. Совсем скоро за школьные парты в школах, гимназиях и лицеях Бреста сядут около 5000 первоклассников. А всего по дороге знаний отправится 44,5 тысяч учащихся. В этом году педагогические коллективы нашего города пополнятся почти на 200 молодых специалистов. Вот и крупнейшая в Брестском регионе средняя школа номер 11 ожидает 3100 учеников и порядка трех десятков молодых специалистов. Естественно, их молодость, их энергия, их креатив, который они приносят в жизнь школу, для нас очень и очень важны. Мы стараемся создать все условия для того, чтобы молодые специалисты могли развивать свои компетенции в области образования, могли образовываться в других областях. Наши молодые специалисты в прошлом году приняли участие в конкурсе «Стой идеи» для Беларуси и дошли до республиканского уровня. Их принимал сам президент, и для них это было очень значимо и очень весомо. Мы надеемся, что и вот это молодое поколение, которое пришло к нам в школу в этом году, также примет участие во всех наших мероприятиях. А первым важным мероприятием нового учебного года для молодых специалистов средней школы номер 11 стала встреча с представителями администрации Московского района. Мы хотим сегодня провести и рассказать о городе Брест, о Московском районе, соответственно, рассказать, какие льготы есть у молодых специалистов в области, скажем, и права там, да, в области трудового законодательства, жилищного законодательства, в вопросах, если молодой специалист распределяется не по месту жительства родителей, о том, что они имеют право на получение льготных кредитов для привлечения, скажем, домашней обстановки. В любом случае, да, надо какую-то поддержку молодых специалистов, потому что многие же приезжают не по месту своего жительства, где привыкли, где живут родители. Команда компетентных профессионалов подробно остановилась на вопросах законодательства, выделения кредитов и получения льгот для молодых специалистов. На этом этапе для них очень ценно чувствовать внимание и поддержку. Быть молодым специалистом трудно, потому что ты выходишь совершенно зеленый, ничего не знающий, приходишь в школу и только с поддержкой администрации, коллег ты можешь хоть как-то двигаться дальше. Льготы, которые идут молодым специалистам, они помогают почувствовать значимость свою, что ты все-таки что-то значишь, что ты все-таки учитель, педагог и не просто педагог, а молодой специалист. Сегодняшняя встреча с главой администрации Андреем Андреевичем Филановичем поможет нашим молодым специалистам, которые пополнили наши ряды и в этом году в своем становлении в профессии человек-человек. Наверное, одной из тех самых важных профессий, без которой, наверное, не было бы и других специалистов. Не было бы без профессий педагога и медиков, которые самоотверженно трудятся в больницах и поликлиниках Бреста. Молодых специалистов в этой сфере все еще не хватает, но главврачи прилагают все усилия для решения данной задачи. С 1 августа в Брестскую городскую поликлинику номер 5 прибыло 50 молодых специалистов, 13 человек врачебного персонала и 37 среднего медицинского персонала. Все они были приглашены на встречу с представителями администрации Московского района. На сегодняшний день поликлиника укомплектована по врачебным ставкам на 93%, по среднему персоналу на 97%. Это хорошая цифра даже для нашего молодого учреждения, так как в наше время кадры решают все, и молодые специалисты в наше время на вес золота. Мы стараемся закрепить молодых специалистов за нашим учреждением. Имеется материальное стимулирование в поликлинике, это и проценты по контракту, это и возможность предоставления им жилья. Выписываем ходатайство на предоставление койко-места, либо комнат в общежитии, а также возмещаем расходы на найм жилья для наших сотрудников. В свою очередь глава администрации во время встречи пообещал молодым специалистам-медикам всестороннюю поддержку. Эксперты ознакомили их с правами и льготами в сфере законодательства и кредитования, профессионалы подробно и компетентно ответили на волнующие вопросы. Я считаю, что для молодого специалиста очень важно первое рабочее место, в котором будет проходить отработку, коллектив, который будет встречать его, с которым будет работать, те стены, в которых он будет работать. В нашей клинике все новое оборудование, новый коллектив. Очень приятно, что со стороны администрации Московского района молодым специалистам уделяется внимание. Я приехал с города Витебска, проходил интернатуру в городе Бресте и остался работать в городе Бресте. Хотелось бы знать о всех возможностях, которые помогут молодым специалистам обустроиться в городе и на их первом рабочем месте. И поэтому эта встреча очень важна для нас сегодня. Представителям администрации также важно из первых худс знать о потребностях молодых специалистов, чтобы и далее корректировать и совершенствовать работу в данном направлении. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Встречи с молодыми специалистами проходят и в других коллективах. Кстати, в своем телеграм-канале председатель Брестского гуросполкома Александр Рогачук проинформировал Брещан, что с 1 августа в областном центре приступили к работе 93 врача, 170 медсестер и 293 педагога. Все они молодые специалисты, выпускники белорусских учебных заведений. За последнее время это наибольшее количество молодых специалистов, прибывших в Брест. И это радует. Ведь действительно, лучше Бреста нету места. Тема подготовки к новому учебному году сейчас одна из самых актуальных тем не только для педагогов, но и для остальных участников учебного процесса, школьников и родителей. Это важное событие, к которому необходимо основательно подготовиться. Здесь важно продумать и правильно организовать каждый шаг. Ведь в вопросе, касающемся образовательного процесса, не бывает малозначительных моментов. Важно пройти необходимые профилактические осмотры, закупить качественные школьные принадлежности, выбрать удобную школьную форму и сопутствующие товары. Ну и, конечно же, и самим родителям, и ученику важно морально настроиться на предстоящий учебный год. Ну а тем, у кого семья многодетная, в вопросах подготовки к школе поможет еще и государство. Тему продолжит Людмила Логодич. До школы осталось менее двух недель, а значит, именно сейчас стоит поспешить тем, кто еще не успел пройти профилактический осмотр и получить медицинскую справку. Перед ее выдачей для каждого пациента составляется индивидуальный план диспансеризации. С ним обязательно должны ознакомить родителей или законных представителей. Для того, чтобы оформить медицинскую справку ребенку в школу, непосредственно нужно пройти врачи-специалистов. Значит, это врач-невролог детский, врач-хирург детский, либо же врач-травматолог-ортопед. Кроме этого, врач-гинеколог для девочек, если не было такого обследования ранее. Это врач-стоматолог и врач-логопед. Значит, из общеклинических обследований необходим общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на глюкозу, обследование на глисты. Кроме этого, необходимо один раз в год делать электрокардиограмму сердца. Медицинская справка оформляется в месяц рождения ребенка. А значит, к началу учебного года справку предоставляют только те дети, дата рождения которых приходится на июнь, июль, август и сентябрь. А если детей в семье несколько, то не только сбор справок, но и в целом вся процедура подготовки к школе усложняется, а денежные расходы растут. Именно поэтому в Беларуси традиционно семьи, воспитывающие троих и более детей, к школьному периоду получают единовременную материальную помощь. Если раньше мы выплачивали или определяли эту сумму решениями городских либо районных исполнительных комитетов, городских советов депутатов, то в этом году единый подход, размер этой помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Так как на 1 августа текущего года бюджет прожиточного минимума составляет 328 белорусских рублей 90 копеек, следовательно, на каждого из детей в многодетной семье будет выделено 30% от данной величины по 98 рублей 55 копеек. Всего на эти цели из городского бюджета в этом году выделено 842 тысячи белорусских рублей. А когда из деньги возникает резонный вопрос, где их лучше потратить? В магазине «Детский мир» есть ответ на этот вопрос. К учебному году предоставлен большой выбор школьной формы, обуви, бельевого и спортивного трикотажа. Чулочно-носочных изделий от предприятий концерна «Беллитпром» и частных производителей. В нашем магазине предоставлены скидки по дисконтным картам «Санта» постоянные, по 10% скидке многодетным семьям, семьям воспитывающих ребенка-инвалида, по санаторным книжкам. Также наши поставщики предоставляют нам скидки. Огромное количество желающих приобрести форму, выбрать ее. Примерочные у нас не пустуют. Еще бы, ведь в детском мире можно найти школьную форму на любой вкус и кошелек. Дизайн очень хороший, мне шортики очень сильно нравятся. И сарахванчиков взяла пару штучек, чтобы посмотреть, потому что очень большой выбор. Шикарный выбор и качество отлично. Первоклассников одеваем в школу. И вообще я мать многодетных деток, мы одеваемся здесь. Ну, смотрим, конечно, нравится. Тут хэбэшные, то, что блузочки можно купить для ребенка, это, мне кажется, самое хорошо. Ну, в принципе, все комфортно и уютно здесь, все в одно и помериться можно. Я пойду во второй класс. Я хочу тут купить красивое платье и какую-нибудь блузку. Мы сейчас выберем, что мне нравится и пойдем в примерочную. Ну, а как ты считаешь, для девочки твоего возраста достаточно богатый ассортимент в этом магазине? Много ли вещей красивых, модных, хороших? Ну, да, тут красивые вещи, удобные. Одежда и канцелярские принадлежности – это, безусловно, важно. Но главное – правильно настроить будущих школьников на учебный процесс. В этом вопросе лучший помощник – компетентный психолог. Родители часто возлагают на них очень большой груз. Они говорят о том, что там, вот ты пойдешь, там будешь хорошо. Конечно, надо ребенка настраивать только на хорошее, но при этом не давить. Не давить своим таким авторитетом, не навязывать какое-то чувство вины. Потому что у ребенка часто бывают такие страхи и тревоги, что ему кажется, что если у него что-то не получится, то как будто бы он плохой. Это неправильно. То есть мама должна объяснить, что я тебя всегда люблю, я тебя принимаю такой, какой ты есть, в любой ситуации я тебя поддержу, чтобы не случилось. Чтобы если какие-то ситуации, а в школе всякая может быть, например, со сверстниками проблемы, или может где-то с учелями, у меня всегда недопонимания какие-то складываются. Чтобы он знал, что он к маме может обратиться, и мама всегда его поддержит, примет, можно сказать, в любых своих тревогах и переживаниях. Главные ошибки – это пытаться приобщить ребенка к учебе принудительными мерами, пытаясь заставить его читать или писать в приказной форме. Это неизбежно повлечет за собой стресс и нежелание идти в школу. Но если сделать все правильно, следуя советам психолога, то тогда ответ ребенка на вопрос «хочешь ли ты в школу» вас обязательно порадует. Я готова идти в первый класс. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Итоги недели. Продолжаем выпуск. Социальный проект «Дыши» от открытого акционерного общества «Белинвестбанк» 10 августа стартовал в Беларуси. Первой больницей, которая безвозмездно получила аппарат искусственной вентиляции легких, стала ведущая клиника Витебской области. Следующим городом, где продолжилась реализация социального проекта, стал Брест. Буквально вчера аппарат искусственной вентиляции легких отечественного производства «Виан-3 Турбо» был установлен в Брестской городской больнице номер один. Именно она в пандемию не раз включалась в цепочку оказания помощи больным ковидом в качестве инфекционного госпиталя и работала в смешанном режиме, оказывая профильную помощь. Поэтому наличие соответствующего оборудования для качественного лечения крайне важно. Более подробно в сюжете Анастасия Мелешкевич. Девиз Брестской городской больницы номер один – вековые традиции, современные технологии. Потребность в новой технике была, есть и будет всегда, ведь она ежедневно используется для оказания медицинской помощи для сотен пациентов. В пандемию это учреждение здравоохранения не раз включалось в цепочку оказания помощи больным ковидом в качестве инфекционного госпиталя и работала в смешанном режиме, оказывая профильную помощь. Поэтому наличие оборудования, которое подарил Белинвестбанк для качественного лечения, крайне важно. Сегодня реанимационное отделение городской больницы номер один оснащено уже 18 аппаратами ИВЛ различной комплектации. Оно рассчитано на 18 коек, но на пике волн пандемии его расширяли в полтора раза. Для реанимационного отделения у нас уже будет 18 аппаратов, то есть каждая койка будет обеспечена ИВЛ-аппаратом, но коечная мощность нашей реанимации, она пластичная, динамичная, зависит от потребностей. Во время перепрофилирования в ковид мы работали и на 21 койку, и на 28, иногда доходило до 30. Поэтому сейчас стандартно штатно 18 коек, 18 аппаратов, у нас есть оборудование, которому 20 лет, 22 года. Наверное, всем пора на пенсию когда-то, поэтому некоторая аппаратура уже будет отдыхать благодаря замене более современной и новой. Современный аппарат «Виантри Турбо», который Белинвестбанк в рамках социального проекта «Дыши» подарил Брестко городской больнице номер один, предназначен для лечения пациентов с острой дыхательной недостаточностью и коронавирусной инфекцией. У Брестко городской больницы целый парк таких аппаратов, но ковид-19 потребовал добавления в них целого ряда режимов и функций. В новом аппарате это все реализовано. Все виды респираторной поддержки необходимы для проведения инвазивной и неинвазивной вентиляции легких. Такого рода нововведения позволят врачу чувствовать себя уверенно. Передаваемый аппарат «Виантри Турбо» отечественного производителя, он является современным аппаратом, позволяющим выполнять все необходимые на областном уровне и даже выше задачи по вентиляции пациента. Вы знаете, что при использовании такого оборудования у нас не возникает трудностей с покупкой запасных частей, не возникает трудностей с ремонтом оборудования. Это оборудование интуитивно понятное. Это оборудование в третью, четвертую, ну и соответственно мы же использовали его ранее, первую, вторую, третью, четвертую волну доказало высокую эффективность при вентиляции пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Поэтому очень благодарны той инициативе, которую проводит Белинвестбанк, той корпоративной социальной ответственности, которую он культивирует для своих сотрудников. Надеемся, не последняя акция, не последняя акция именно Брестской области. Ну а этот аппарат, я думаю, что за время его эффективной работы спасет не одну жизнь. Проект «Дыши» продолжается. Следующим городом, куда поступит современный аппарат ИВЛ, станет Гомель. До конца года Белинвестбанк планирует передать в такое оборудование еще четырем больницам в разных регионах Беларуси. Наши врачи умеют творить чудеса, но мы полагаем, что с той техникой, которую мы передаем в учреждения здравоохранения, это будет эффективней, это будет быстрее, на благо брещан, на благо граждан Республики Беларусь. К слову, Брестская городская больница номер один – одна из старейших клиник в городе над Бугом. И уже в следующем году она отметит свой 125-й юбилей. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Буг-ТВ. Говорим об актуальном. На протяжении всей истории человечества спорт занимал важное место в жизни общества. Но прошло много веков, прежде чем зародился пожарно-прикладной спорт. Вначале он был предназначен для совершенствования боевой работы пожарных, а сейчас, обретя мировую популярность, им профессионально занимаются молодые люди и даже дети. Торжественное открытие в городе над Бугом 11-го чемпионата мира среди юношей и юниоров и 7-го чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту состоялось на Грибном канале. Все подробности у нашего корреспондента Анастасии Мелешкевич. Напомним, что позади первый день чемпионатов мира среди девушек, юниорок и юношей, юниоров по пожарному-спасательному спорту. Он выдался по-настоящему зрелищным. На площадке царила особая атмосфера, наполненная духом соперничества. Участники продемонстрировали быстроту, ловкость в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни. В финал в каждой из трех возрастных категорий вышли по четыре человека. Претендентами на медали стали представителям Белоруссии и России. Здесь присутствуют мальчишки и девчонки, которые впоследствии будут носить рекорды и станут великими людьми в спорте. И не только в спасательном спорте, а в целом в спорте. Очень важно, что в нашей стране главой государства, правительством уделяется достаточно широкое внимание именно пожарно-спасательному спорту, спорту во имя спасения. Ну, я думаю, эти девчонки и мальчишки в ближайшие дни покажут новые высокие достижения в спорте, установят новые рекорды, ну и, соответственно, определятся новые команды победителей. Не менее эмоционально, весело и торжественно прошла церемония открытия чемпионата мира, которая ближе к вечеру превратилась в настоящий праздник. Брещанам креативно представили юных спортсменов из пяти стран и судьи чемпионатов. Зрители развлекали акробатическими, вокальными и хореографическими номерами. Несомненно, самым зрелищным моментом стали финальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Кому-то она покорилась, кому-то нет. Но, как говорится, победил сильнейший. Тот, кто долго и упорно трудился. Тот, кто не жалел себя на тренировках. Тот, кто смог. Не описать словами эти эмоции. Я очень долго к этому шел. Это было мою цель. Я ехал только, чтобы победить. И я это сделал. Я занимаюсь здесь в 2018 году. Я 4 года шел к своей цели, чтобы попасть в сборную команды Республики Беларусь, чтобы выступить на мире. Для этого мне приходилось все 4 года упорно тренироваться, отдаваться всему этому спорту. Меня переполняют эмоции внутри. Радость, просто до слез фактически доходит. Я не зря готовилась, весь год ездила по соревнованиям, чтобы показать, что я могу стать чемпионкой мира. У Брещан была уникальная возможность познакомиться с прекрасным видом спорта, пожарно-спасательным, получить море эмоций и впечатлений, насладиться прекрасным музыкальным вечером и фейерверком. Уже завтра пройдут последние соревновательные часы. Девушки и юниорки, юноши и юниоры будут соревноваться в самой зрелищной дисциплине – боевое развертывание. А вечером на Грибном канале состоится торжественное закрытие чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Держим кулачки за белорусов. Встречи в выставочном зале на Советской всегда проходят в необычно приятной атмосфере. То ли аура такая в этом здании, то ли положительная энергетика собравшихся играет свою роль. И вот очередной вернисаж – сиреневые сны. Необычный, нежный, одновременно ярко-сиреневый. Свои работы на суд зрителей представила брещанка Ольга Данилюк. Сухое слово работы – не совсем правильное обозначение того настроения, которое испытывают любители и знатоки живописи, глядя на акварели талантливого мастера. Ее картины – это жизнь. Обыкновенная в своей необыкновенности, яркая в своей туманности, непосредственная в своей непонятности и какая-то очень близкая, по сути, всем людям. Такое впечатление произвели акварели и на нашего корреспондента Наталью Хомич. Смотрите ее сюжет. Брестский живописец Ольга Данилюк по образованию художник-педагог. И живопись для нее – это не хобби, а призвание. Свои полотна автор создает, используя технику акварели. Выставка, открывшаяся в Бресте, носит необычное название «Сиреневые сны», которое, однако, для самой девушки весьма символично. Акварель стала для меня такой своеобразного рода магией в творчестве. Когда я стала работать в этой технике, я поняла, что она настолько погружает меня в какой-то другой мир, отрывает меня от действительно какой-то реальности и, похоже, стала на сны. Вот когда я рисую, когда я творю, как будто бы я не существую в реальности, как будто бы какой-то сон. Вот и такая идея появилась назвать «Высто по «Сиреневые сны». Работы Ольги Данилюк действительно наполнены магией, ведь искусство акварели связано с волшебством изображения. Картины посвящены легендарному городу Бресту, его тысячелетней истории и современности. В их создание автор вкладывает всю свою душу. Каждая работа выполнена с любовью к этим прекрасным местам и имеет свое значение. Сиреневый цвет, изображаемый на картинах, является очень символичным. Любой шедевр несет свой смысл и посыл для зрителя. Я вообще люблю символизм в своих работах, у меня каждая работа имеет какое-то значение. Она не нарисована просто, потому что я рисую, а пытаюсь вкладывать в каждую свою работу какой-то смысл, какой-то посыл для зрителя, ну и для себя, конечно же, в первую очередь. А сиреневый цвет – это цвет творчества, это цвет развития в творчестве, поэтому для меня, как для художника, это первый цвет в палитре. Сегодня она нам показала себя именно как художник, как валерист. Здесь представлено 73 работы в технике акварели. Вы видите, она, как и каждая женщина, обожает цветы, здесь много цветочных композиций. Выставка способна затронуть сердце любого человека, ведь для каждого тематика изображаемого очень близка, потому что позволяет проникнуться и восхититься красотой родного города. А картины в стиле акварели дарят людям легкость и хорошее настроение. Очень приятно, что много работ посвящено и городу Бресту, и городу, где она родилась, есть работы, и нашей родине. Понимаете, вот так вот смотришь на все, и жить хочется, и радоваться хочется. Мне очень нравятся ее цветы, букеты, цветы, разнообразие вот этих красок. И поэтому, мне кажется, ей самой приятно писать цветы вот именно разных времен года даже, потому что у нее есть и майские цветы, и летние цветы. Всего на выставке представлены 73 работы, каждая из которых отражает итог многолетнего труда. Чтобы в полной мере ощутить всю красоту этих шедевров, необходимо интуитивно прочувствовать каждую картину, проникнуться ее прелестью. Я всегда обожаю акварелистов, потому что это одно из самых сложных способов изображения. Если масляной краской, ты можешь переделывать много раз работу, возвращаться хоть полмесяца, хоть два, хоть полгода, то здесь, если ты положил краски, то все, уже ничего не ставишь. У нее есть абстрактные вещи, но с огромным смыслом, которые очень хорошо читаются и рекомендую. Если вы желаете проникнуться красотой родного города и заглянуть в прекрасные сиреневые сны Ольги Данилюк, посетите выставку. Она продлится до 11 сентября. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер Бресте 54-63-67. Я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова